Вот на этой остановке несколько лет назад жил некий кобелёчек Кузя, которого знал весь город. Жил он вот буквально в тех домах, в одноэтажных. Каждое утро он как на работу приходил сюда на остановку, лежал, грелся на солнышке и назад возвращался. Все люди его подкармливали, любили. Но приходит старость, и собачка фактически, Кузя этот, то ли его пнули, то ли его сбили, у него проблема начинается с лапкой, с передней. В своё время группа передержки, а ныне фонд спасти может каждый, когда они начинали свою бурную деятельность в 2020 году, они его фактически выкрали у хозяев. И отвезли якобы на лечение. Кобелю на тот момент было лет, наверное, 12 или 13 точно. Что сделали, сделала Медведева с этим кобельком? Начали активно его лечить, сделали операцию в таком возрасте. Первая операция не помогла, вторая не помогла. Они начали уже выдумывать историю о том, что нужно лечение, собирали деньги активно под это лечение. И потом, в конце концов, увезли его непонятно в какое место, спрятав от людских глаз. Те жители, которые просили показать этого кобелька, они фактически блокировали. И сейчас девочки из фонда, в том числе и Медведева, открыли сбор. Открыли сбор на памятник собачке Кузе. И это было где-то, наверное, в 2021 году они открыли сбор, предлагая людям собраться на памятник этому Кузе собачке. Цена была нормальная, памятника. 180 тысяч, как они запросили. Плюс еще там макеты и т.д. и т.п. Были большие дискуссии. Люди задавали вопросы, ну а чем же эта собачка отличилась? Да, Кузю любили, да, Кузю подкармливали. Не более. Он жил, ходил, передвигался, как и много других собак. Так вот, в то время, когда приют тонул в потопе, просил помощи, чтобы прокормить животных, эти девочки активно собирали деньги на памятник Кузе. Хотя мы и обращались к ним неоднократно помочь. Но наши просьбы были отклонены. Даже никто не выходил на связь. Делайте выводы, что из себя представляет фонд «Спасти может каждый». Деньги, вот что. Деньги, слава, пиар. Вот что стоят на первом месте у этих девочек.